На юге области избирательные участки также работают с соблюдением всех мер безопасности, курсируют даже специальные автобусы. Подробности расскажет Алексей Карельский. Голосование идет очень хорошо. 56 человек проголосовало на участке на нашем 389. Так что мы очень рады этому новшеству. Среди нововведений – организация передвижных избирательных участков. Размещаются они в автобусе. Но если погода позволяет, члены комиссии выходят работать на свежий воздух. Такие пункты развернулись на Болтинке, Бочаге, побывали в микрорайонах. На 46-м, в Слуде, Антоново, на Шанхае и Почтовом. Всего в маршруте. 24 остановки. Здесь удобно. Почему? Потому что нет такого скопления людей, как на избирательных участках. Очень удобно. Я подошла, все, подписала, все, опустила, все. Не проблем. На участках просят соблюдать социальную дистанцию. Проводят термометрию. Делают регулярную дезинфекцию всех поверхностей в помещении. Члены комиссии с защитными экранами на глазах, в масках и перчатках. Персональный набор со средствами индивидуальной защиты и для каждого голосующего. Все приходят, берут эти наборчики, которые мы приготовили. Одевают маски, перчатки. Выполняют всю дистанцию. Показывают паспорта. То есть никто никому в руки ничего не дает. То есть все, что предусмотрено. И даже удивляются, что немножечко как бы другой режим. Но как-то все с улыбкой, все очень доброжелательно. В городе еще сохраняется ситуация по коронавирусу. И меры профилактики должны соблюдаться. Потому что у нас здесь очень много народу приходит на участок. Все должны быть защищены. Даже данные паспорта члены комиссии проверяют на расстоянии. А к тем, кто решил голосовать дома, в квартиру не заходят. Мы подходим к квартире, звоним. Подаем им пакет, который вы видели. Значит, в пакете там все, что необходимо. Они, значит, делают отметку в бюллетене. И там заявление еще выложится. И они делают роспись заявлений и отметку в бюллетене. Все. И нам подают этот пакет. Мы забираем и уходим. О желании голосовать дома можно сообщить до 17 часов 1 июля, позвонив в свою избирательную комиссию. Алексей Карельский, Елена Кермич, Александр Гаврилова, Алексей Вачек. Регион 29. Продолжение следует.